всем привет очень часто когда мы общаемся с разными рыбаками и в процессе общения мы говорим что еще ни разу не ловили на десне нам как правило не верят говорят что как это так вы уже занимаетесь рыбалкой очень давно у вас есть рыболовный канал плюс вы живете от десны относительно недалеко и вы ни разу там не ловили на самом деле я подтверждаю это действительно правда мы ни разу не ловили на десне на это ваша свидетель и сегодня эта ситуация кардинально поменяется потому что сейчас в данный момент мы сидим на берегу десны поскольку мы здесь первый раз мы абсолютно не знаем этого водоема то потому что мы мало того что на этом месте первый раз мы еще и на этой реке первый раз мы здесь ничего не знаем мы не знаем какая сейчас здесь клюет рыба потому что здесь есть и крупный лещ говорят и есть крупная чихонь ее называют десенская такая как говорят сабля то есть десенская 10 не десенская деснянская чихонь ее называют саблями потому что она такая тонкая и очень длинные вырастают говорят там где-то по метру бывает что даже наверное больше вот ну также здесь есть плотва густера ну то есть та же рыба которая и в днепре только здесь говорят что она более крупнее и в большем количестве потому что все-таки десна в отличие от днепра это нерегулируемая река то есть тут нет шлюзов она вот как течет так она и течет еще пару слов скажу о том как мы сюда вообще собирались я уже где-то в комментариях писал что мы отдыхали в карпатах были в отпуске 10 дней и к сожалению там рыбалка у нас не получилось потому что нас опередили браконьеры и уроды с электро удочками но мы не расстроились сильно мы все эти 10 дней зря времени теряли а мы готовили на мангале очень вкусные разнообразные блюда ваша у нас был главным шеф-поваром я уже где-то ну на данный момент то есть вот на сегодняшний день я уже выложил где-то три видео кулинарных и все начали писать в комментариях что вот как это так кулинарные видео где рыбалка дайте нам рыбалку а я же говорю мы были в отпуске плюс у нас за время отпуска накопилось много дел плюс еще были дни такие там температура была под 40 и ловить просто было нереально ну все-таки мы решили к вам прислушаться выбрали время и решили поехать на рыбалку долго думали куда поехать но нам наши там знакомые рыбаки плюс влад здесь ну как бы знать немного эти места мы все это как бы обговорили нам посоветовали и мы решили приехать на дисну приехали мы на дисну очень так спонтанно внезапно мы это все очень быстро готовились и поскольку у нас мы словим обычно на днепре как вы уже знаете там у нас кормушки максимум ну 120 грамм то есть у нас есть два любимых веса на днепре это 90 грамм и 120 грамм а тяжелее кормушек у нас нет потому что нет смысла в этом она здесь не как известно кто знает здесь течение сумасшедшая здесь говорят что несет и 200 грамм и 150 грамм поэтому таких кормушек у нас никогда и не было магазинах тоже таких кормушек как мы хотели мы не нашли поэтому я буквально позавчера у себя на кухне разложил такую мастерскую и по отливал кормушек с грунтозацепами по моему штучек штучек 7 я их отлил так немного чисто на пробу кормушки с грунтозацепами весом 150 грамм я даже не успел покрасить я их не то что не успел покрасить я просто их специально не красил потому что если их красить надо заранее потому что краска она воняет она долго высыхает и ну рыба понятно что краску тут все не любит это только карась он ловится и на керосин на вода 40 керосин да и такую разную химию но поскольку здесь мы на карася не рассчитываем поэтому нам эти здесь как бы химические запахи не нужны поэтому кормушечка она хоть немножко такая получилась блестящая но тем не менее она ничем гонять не будет вот поэтому у нас было такое очень экспресс такое как бы как сказать экспресс сборы на рыбалку да то есть кормушки отливаются тут варится горох там быстренько там выбирается прикормка там собираются вещи то есть все это происходило вот так вот очень очень быстро спонтанно вот ну что сейчас мы заканчиваем наше вступление тоже сейчас разденемся присоединимся к владу поможем ему почистить все эти водоросли ну и тогда уже будем замешивать прикормку обязательно раскладывать рабочие места мы конечно вам все это в процессе рыбалки уже покажем расскажем будем надеяться что мы все-таки что-то поймаем на этой рыбалке а вот еще наверно самое главное я не рассказал как бы о планах на эту рыбалку план у нас такое что мы сейчас мы собираемся раскладываемся к вечеру мы уже начнем ловить будем причем не просто ловить будем активно стараться ловить будем ловить весь вечер всю ночь и завтра то есть мы на рыбалке как вы уже поняли остаемся с ночевкой завтра мы посмотрим то есть у нас как обычно второй день после ночевки он всегда непредсказуемый мы не знаем мы можем уехать например там в девять утра а можем уехать там в час дня а можем уехать вообще поздно вечером это все будет зависеть от погоды от клёва то есть будем смотреть завтрашний день я не знаю как он будет но вот вкратце я вам этот план как бы рассказал чтобы понимали что вообще будет происходить ну так примерно поэтому все выключаемся и начинаем чистить наше рабочее место итак разложили мы наши места почистили место от травы вот видно одна куча то что мы с пашей чистили и вот вторая куча это то что чистил влад сейчас мы будем замешивать прикормку вначале я покажу какую прикормку влад будет сегодня замешивать а ну влад покажи нам продемонстрируй я сегодня буду мешать молотый горох частично целый для крупной тракции с двумя флагманскими прикормками эко микс фидер и фидер шоколад и если будет пользоваться я понял хорошо удачного тебе замеса и сейчас я покажу что будем замешивать мы с пашей будем мешать одну прикормку на двоих так замешивать мы будем три пакета прикормки значит килограмм платвичной прикормки кирки килограмм прикормки для леща и килограмм прикормки river река это для того чтобы утяжелить наш корм потому как мы будем ловить не просто на реке она реке с очень сильным течением ну и также к этим прикормку мы еще добавим перетертый горох здесь ну просто сваренный горох половину я перетер через мясорубку и половина осталось вот такими вот ну целенькими как бы половинками горошинок поэтому сейчас высыпаем вначале прикормку сухую а потом добавим горох увлажнять я это все буду с помощью обычной воды но с добавлением бренновской миласы с ароматом карамели поскольку у нас две прикормки светлых и одна прикормка темная плюс у нас горох светлый поэтому прикормка у нас в целом уже получится светлая конечно наверно не совсем прям такая белая но наверное будет даже такая светло-светло-серая так размешали прикормку в сухом виде и теперь добавляем сюда горох горох нам даст такой приятный аромат который любит особенно лещ ну и также он нам даст крупную фракцию которую не будет так быстро сносить до корня перемешал теперь здесь я уже заранее налил воды наверно пока возьмем воды немного меньше потом лучше добавим сюда добавим миласы миласа с таким очень сладким и вкусным ароматом карамели сейчас как раз вода очень теплая а по теплой воде хорошо работают именно вот такие сладкие запахи теперь перемешиваем миласу с водой и делаем первое увлажнение если будете пользоваться миласой то делайте это все очень аккуратно не спеша потому что миласа имеет такое свойство делать прикормку очень липкой если миласы сделать добавить больше чем надо то прикормка просто не будет вымываться с кормушки она будет очень липкая и даже на большом течении она так как надо работать не будет лучше вот так не спеша и и добавлять небольшими порциями и периодически пробовать прикормку вот так вот лепить и смотреть на ее консистенцию здесь можно еще спокойно добавить немного воды смеласы ну все для первого увлажнения жидкости достаточно теперь подождем минут 15-20 прикормка напитается водой и затем увлажним еще второй раз а пока будем заниматься оснасткой нашего удилища упаковки от прикормки обязательно заберем с собой выканем их в мусорник для того чтобы не спать на природе природу надо беречь влад где мусорник у нас вот этот большой пакет пошел расскажи что ты сейчас делаешь сейчас решил поменять шнур на удилище потому что шнур у меня был сплошного сезона сейчас будем ловить тяжелыми весами чтоб не было никаких таких неожиданностей особенно ночью то я решил сразу поставить новый шнур тем более приобрел себе шнур дайва 17-ом сечении я думаю что все будет понятно я вижу тоже светлячок прикрепил все когда он потом ночью не этот ну да кстати обязательно вот это учитывайте кто будет вот так вот трубочками фиксировать светлячок на вершинке удилище не забывайте вначале одеть трубочки а только потом вставлять шнур потому что если сделать наоборот начали просунуть шнура потом пытаться одеть трубочки то вам придется разбирать весь свой монтаж ночью это делать не хочется у меня были такие случаи что я всю ночь ловил без ну да потому что ночью это все делать как-то неохота лучше заранее все продумать и подготовиться ну да потом потом просто кстати кто-то спрашивал комментариях вот я сейчас сразу отвечу вот мы одеваем заранее светлячок крепим его на трубочки только мы его не переломом потом просто наступает ночь но уже когда темнеет мы снимаем светлячок быстро его переломым и спокойно его одеваем назад в эти трубочки и все еще разбирать как бы не надо все очень просто и эффективно ну да и надежно я кстати сейчас буду делать то же самое вот я вам обещал показать кормушки наши свежесделанные так сказать вот такие вот кормушки специально я наделал для десны 150 грамм реально тяжелый капец и вот такие грунта зацепы так но сейчас мы конечно начинать будем не сразу со 150 со 150-х сейчас мы проверим на более легкой кормушки а потом уже будем исходить из ситуации как она будет нести будем уже смотреть если что утяжеляться ну вот 120 кормушка 120 грамм сейчас я с нее начну ловить мы в этот раз будем все на паттерностеры все монтаж готов теперь будем маркериться клипсоваться так ну глубина где-то метра три примерно сильно далеко бросать не будем потому что там будет сильно сносить кормушку где-то я думаю метров 30 максимум 40 вот так будем где-то ловить вот есть какой-то зацепчик сейчас я здесь заклипсуюсь и проверим по дистанции еще раз кинем проверим по глубине 42 оборота ну это примерно где-то вот так может там 38 39 метров ну то есть около 40 метров получается да что-то здесь там где заклипсовался реально очень мелко кормушка упала на дно буквально моментально поэтому буду немного уходить ближе тут по идее должна быть какая-то ямка попробуем теперь здесь 30 оборотов получилось только что опять проверимся за глубину примерную а вот тут уже метра где-то 3 наверное где-то около четырех метров может три три с половиной вот так визуально ну наверное здесь я и попробую останусь я на этой дистанции но в процессе рыбалки уже там будем что-то может менять а может и нет что у вас ваш далеко нет но считал сонок сонок два оборота но я вот первый раз забросил тоже на 42 и там у меня мел ну мелко но я просто вот перебросил тоже 42 оборота было но там очень мелко я ушел немного ближе и здесь реально глубже что у вас а вот считает не отвлекаем 70 оборотов у меня катушка за обороты на отрывать меньше но все равно наверно у меня пока самое дальнее но это далеко 70 оборотов здесь попробую если что приду ниже а те удилища у тебя там поближе стоят я это у тебя так такие резервные даст все-таки основное у тебя будет вот это удилище это рабочие а тут а всякий случай понятно ну что сейчас второй раз увлажним прикормку да и в принципе можем начинать ловить все мы полностью готовы к рыбалке вот уже готовы монтажи поводки готовая прикормка все разложено все подготовлено сейчас будем пробовать ловить на бутерброд красный червь и опарыш очень комфортная дистанция можно спокойно сидя забрасывать удобно ну все теперь ждем поклевку у меня первая поклевка поклевка очень такая аккуратная наверное что-то не крупная ладно проверим крючок пустой съела опарыша и червя а и и карась ничего себе лада произошла поклевочка и в итоге карась посмотрим поближе ладошечный карасик стандарт отличный карась причем это такая неожиданность ваша плотву поймал небольшую это у тебя первая рыбка сегодня все равно хорошо вот что то есть что ты шо да действительно судак на что поймал красный белый да у тебя какая-то рыба неожиданная то карася поймал то судака поймал ни того ни того не ждали первого своего судака жизни тоже такого маленького это ну шо мужики может по коктейлю за рыбалку с хербал парка и сколой нет сколой ну можно из пепси ну можно и сколой у нас тут в холодильнике но холодно ничего себе попробуем брал его теплый ну реально брал теплый то есть это его сумка охладила сейчас мы сделаем с хербал парка коктейльчик паш найди там где-то колу я не помню где она а так у нас пепси да ну понятно просто прошлый раз мы колу брали сравним одно одинаково принципе как берем наш хербал парк кто еще не знает херал парк это замечательный бальзам и он сделан из натуральных трав там 13 видов трав по моему три натуральных сока и мед замечательный бальзам тем что он в жару способен охладить взбодрить а холод он способен хорошо согреть да он уже стал очень таким любимым среди большинства рыбаков и охотников поэтому кто еще не пробовал мы рекомендуем попробовать очень вкусная штука вот так половинку херал парка и половинку пепси ну или пепси или кол одинаково ну давайте за рыбалку чтоб у нас клевала на рыбалку с хербал парком вот как тебе обалденно интересный такой получается напиток обычно я его пробовал в чистом виде ну да вот так мы с тобой во первый раз вообще зимой пробовали когда на улице там вообще было такой минус ну тогда он согрел ты минус 15 допустим как в коктейле я его пробовал первый раз довольно таки интересно ну зимой мне нравится больше в чистом если сюда представишь и кинуть лед да мы с ладом когда были на лодке а тогда тоже об этом говорил что ну в идеале даже вот по рецепту официальному еще одну кубики льда надо сюда ложить ну на рыбалке сам понимаешь а тайну нереально давайте какие-то подведем ну не то что это я просто что у нас получается на данный момент сколько мы уже рыбачим где-то наверное час но я имею тут не то что мы там собираемся чистой рыбалки у нас может чуть больше может чуть больше часа за это время что мы имеем влад поймал судака и карася у влада сегодня вообще начинается рыбалка с какого-то такого эксклюзива ваша поймал одну небольшую плотву но было перед этим получается как я достал плотву три ну три одинаковых этот поклевки просто я выжидал может что-то крупная короче на третий раз я сделал сразу подсечку ну и достал небольшую плотву сейчас я думаю что наверное все таки буду менять поводок с крючком ставить крючок более крупнее получается что подсечь и мелочь отсечь и этого бычка потому что часто еще но как бы скорее всего подклевывает как бы но я что-то 1 поймал я даже даже камеры не включал потому что не было смысла соседа говорил что бычок получается то буду ставить более крупный крючок более толще леску и наверно уже ну как бы такое время что уже пора готовиться к вечернему ночному клеву ну правильно ну у меня получается было реально 4 поклевки я поймал одного маленького бычка то что говорил ну и пока ничего то есть я я кстати крючок уже поставил покрупнее я уже ставлю одного жирного красного червя и 3 опарыша сейчас хочу еще пока по световому поэкспериментировать хочу уйти как я говорил на свою первую бровку то что я нашел который находится немного дальше там получается глубина немного меньше вода прогревается может больше и там течение и может из-за этого эта точка рыбу будет привлекать более как бы этот активней потому что я заметил допустим по поклевкам вот влад ловил ну не намного но дальше чем я заклепсован и вот он принесло результат карася и судака то есть сейчас хочу нас липсоваться да я посчитаю разницу оборотов чтоб можно было потом если что вернуться на эту же дистанцию на ночную как бы ну будем сейчас экспериментировать до рыбалка это всегда эксперимента особенно что касается нового места а я повторюсь это не просто новое место это еще и новый водоем для нас вообще новая река мы здесь ни разу не были поэтому здесь как никогда эксперименты актуальны будут еще сосед буквально в 10 метрах от нас ловит поймал леща и это вселяет надежды да да вот сосед реально приехал гораздо позже нас сделал пару забросов и сразу достал такого где-то вот такого вот леща примерно я видел причем он его доставал без пасаки он его сделал такую подсечку подтянул к себе а дистанция такая же как у нас есть небольшая и он у него так возле берега сошел ну она уже на берегу но возле самой воды и он такой бросает это удилище быстро бежит ну достал молодец вот только забросил у него сразу поклевка причем такая поклевка я видел довольно не не слабо и пока не чувствую биение ну карася это сил когда тоже было не было ничего сопротивления но поклевка была очень такая стабильная и конь похоже резкая но чихонь чувствуется привыкать кстати вы наверно что-то есть как-то она да есть давай посмотрим что это там еще наверно вместе старого вместе с травой ух ты и опять та же удочка которая ну та же дистанция что был карась 1 тоже червь да с опарышем хорошо какая у тебя дистанция но здесь я не считал ну вообще далеко близко но там у меня было 70 оборотов сейчас около 65 здесь наверно ну-ка вот 20 тут то здесь наверно 30 35 ну вот у меня 6 32 32 оборота примерно также да уж надо очень классно до 5 карась причем даже крупнее чем первый вот говорит что была уверенная поклевка пока не чувствую ничего но поклевка была очень возможно карась не знаю посмотрим что то есть но точно не уже вижу что не карась это очень мелко это это просто это топчик это самая крупная рыба которую я ловил на фидер это мелкая какая-то типа даже это не это же не правда не плотва или плотва мелкая но что самое интересное она поймалась на крючок десятого номера на который ты ставил на леща конечно же начинает темнеть поклевок давно не было и у влада небольшая густера произошла поклевочка и вот такая вот небольшая густерка мелочкой говорится но приятно сожалению не успел включить камеру у меня была поклевочка и я достал вот такой вот хорошего карасика это кстати моя первая рыба на этой рыбалке ну не считая того мелкого бычка которым я говорил класс это Субтитры сделал DimaTorzok 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 еще больше усилилась вот и поэтому сильному течению понесло огромные вот такие вот острова такие огромные массы огромные кусты травы действительно я вот пару этих островов словил ну вытащил их на берег и скажу вам они очень-таки нелегкие и представьте что вот это вот этот остров мы его называем из травы и несется на скорости и собирает за собой все удилища все шнуры лески то есть просто все сбивает в одну кучу и даже было такое что удилище сбрасывала с рогачика ну с поставки вот у нас например стоит здесь четыре удилища на берегу и этот куст вот так просто их собирает в одну кучу и потом сидим полночи все это дело распутываем поэтому мы приняли решение что ну ловить нет смысла ну зачем ловить если это только одно мучение потому что сидишь не ловишь а все это дело распутываешь это неизвестно распутаешь или нет вот поэтому мы решили вымотать удилище и лечь спать но поскольку мы спать все вместе не могли потому что все таки здесь тоже ходят люди здесь дорога ездят машины опасно оставлять вещи без присмотра поэтому приходилось спать по очереди вот ну и пока мы с владом пошли отдыхать паша остался еще половить вот там как-то более-менее он как-то между этими островами успевал бросать то есть чтобы его это трава не цепляла и ему удалось поймать довольно неплохого леща то есть чем я его и поздравляю на этой рыбалке скажем так он взял big fish это у него самая большая рыба на этой рыбалке из всех нас троих вот вот такая вот получилось ночная рыбалка а с наступлением утра клев немного стал более такой интенсивный конечно тоже мы там много не поймали но все равно хотя бы начала клевать как-то более часто и кое-что все таки нам удалось словить ну в общем сейчас влад с пашей вернуться они пошли на разведку пошли ну взяли один фидер взяли там немножко прикормки наживку и пошли немного туда подальше по дисне посмотреть новые места про маркериться то есть посмотреть какие там есть глубины какой там рельеф дна ну то есть чтоб как-то это все понимать потому что с вещами мы не могли все это сделать потому что вещей у нас достаточно много вот и это было очень тяжело мы стали вот нашли место нам она понравилась то есть тут мы увидели что нет там какой-то сильной растительности что нам она все будет мешать до забрасывать и мы поняли что здесь мы сможем комфортно половить но по крайней мере то есть по берегу здесь точно комфортно якобы не говорю что он воде это трава ну то такое дело вот я не сейчас будет искать места на будущее если мы приедем чтобы уже четко знать куда можно еще пойти где можно еще остановиться вот так вот поэтому сейчас они вернутся и мы наверно уже будем собираться потому что уже вечереет мы уже очень сильно устали ну и как всегда конечно же вам покажем наш улов обязательно в принципе буду с вами прощаться всем спасибо за внимание подписывайтесь на наш канал смотрите много интересного видео до новых встреч пока а 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 и кажется и а и и а а а вот такой вот наш улов на этой рыбалке вот как я вам говорил судак которого влад поймал очень неожиданно вот такой вот он вот пашин big fish лещ которого ночью поймал хорошая рыбка ну и вот я говорил карасики которые нас тоже очень сильно порадовали хорошие карасики все в принципе одинакового размера сколько 715 грамм ну отлично карасики это у нас тут плотва ну в общем такое разная рыба тут плотва плотва вот такие вот дела все будем собираться домой будем ехать уже до новых встреч пока также смотрите другие интересные видео на нашем канале и не забудьте подписаться чтоб ничего не пропустить